Пожар на Урицкого поднял на уши чуть ли не весь Бобруйск. На этих кадрах видно, как огонь выбивает стекла и коптит несколько верхних этажей. Над многоэтажкой зависает облако черного дыма. Языки пламени отчетливо виднеются даже на дальнем расстоянии. Жильцы буквально обрывают телефоны МЧС, а очевидцы снимают происходящее на смартфоны и причитают. Наталья Погорельчик показывает на залитые стены и не понимает, за что ей такое горе. Говорит, уму непостижимо, как обычное воскресенье за считанные минуты превратилось в самый настоящий триллер. И добавляет, всему виной пьющий сосед сверху. С ним борьба велась не один год. Добром всё это не кончилось. Здесь это уже не первый пожар. Причиной прошлогоднего стала непотушенная сигарета и в очередной раз алкоголь. Правда, тогда все отделались с лёгким испугом. Предпосылок к этому ЧП много. Одни хуже других. Спасателям, как отмечают соседи, пришлось спиливать дверь. В комнате они обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Предварительно погибший 46-летний хозяин квартиры. «Следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия. Опрошено соседей погибшего. Назначено проведение пожарно-технической, судебно-медицинской и генетической экспертиз. По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются». Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Погибший жил один и не работал, а электричество в квартире давно отключили за неуплату. «Стены нескольких этажей чёрные от копоти. На шестом расплавленной дверной звонки висят остатки проводки. Жильцы пытаются хотя бы минимально отмыть последствия страшного огня». Статистика за три месяца неутешительная. В городе и районе уже восемь погибших. В масштабах страны – 236. Стоит ли минутное удовольствие жизни? Ответ очевиден. Карина Гуревич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.